Как родителям реагировать на оценки ребенка, чтобы его поддержать? Школа – это тот огромный пласт нашей жизни, который неотъемлемый. И, как правило, он, к сожалению, не очень приятен и для родителей, и для детей, особенно для тех детей, у которых школьная программа и занятия вызывают определенные сложности. Мы много где слышим, что оценки – это не самое важное в нашей жизни, что троечники добиваются больших результатов в этой жизни, об этом все пишут. Но даже когда такой грамотный, суперпросвещенный родитель сталкивается с тем, что когда ребенок приходит, а у него в дневнике 2, 3, 2, 3, 4, где-нибудь там проскальзывают пятерочки, все равно у него возникает вот это чувство тревоги, недовольства, возможно, какой-то даже злости, связанные с вот этими оценками. Это наша жизнь, и такое происходит, и это нормально. И здесь важна реакция родителей на получение таких школьных оценок, что важно знать и понимать. Детская психика устроена таким образом, что ей важно любое эмоциональное отражение тех или иных действий родителей. Чем больше эмоций, чем она ярче, чем она сильнее, тем больше она закрепляет определенные действия. Вот так вот парадоксально это работает, но это факт. Если вы на пятерку реагируете, например, говорите здорово, молодец, хорошо, и все, а на двойку или на тройку вы начинаете читать вот такие вот нотации, и говорить, да что же это такое, да вот почему так произошло, и начинаете разбираться во всей этой ситуации, то, конечно же, ребенок будет закреплять именно вот это поведение, на что больше реакция, то и закрепляем. Соответственно, когда ребенок получает хорошие оценки, которые вы хотите, чтобы он получал, реакция должна быть максимально позитивной, она должна быть сильной, чтобы ребенок видел, что вам это нравится. Если ребенок получает оценку, которая вам не нравится, то здесь важна не эмоциональная реакция, а рациональный подход, что произошло, давай сядем и разберемся, что не получилось, что ты не понял, да, чтобы у него не откладывалось в сознании, вот я плохой, какой-то никчемный, или как страшно получать ту же самую тройку. Ведь оценки – это не показатель личности ребенка, а это всего лишь показатель того, как он усваивает определенный материал. И если оценки не очень хорошие, то это хороший сигнал для того, чтобы сесть и разобраться, что именно происходит, а не просто ругать. И ребенку важно показать это направление, как это можно сделать. И вы, родители, можете очень здорово справиться с этой ситуацией. Желаем всех хороших оценок, отметок, а самое главное – теплых отношений.